Большинство россиян хотят отключения одной шестой части суши от интернета. Такие данные привел Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения. В результате проведенного ими опроса выяснилось, что 58% наших соотечественников болеют за отсоединение Великой и Могучей от глобальной сети. Ну а вместо, предлагают эти добрые люди, можно создать какой-нибудь внутренний ее аналог, согласен. Очень правильная идея. А назвать ту аналоговую сеть можно будет, например, Жигули. Начинаем. Слушайте, а мне вот интересно, где в ЦИОМ все эти лживые опросы проводят? В сумасшедших домах, в домах престарелых, по райсобесам или в офисах е*****? Где? А главное, для кого эти опросы делаются? Блин, настолько топорно пропагандисты не работали даже в советское время? Нет, тогда были отдельные индивидуумы, которые писали в газету «Правда» статьи из разряда «После посещения первым секретарем ЦК колхоза имени Грумбумбеса у буренок выросли надои, повысился отел». Но в том-то и дело, что даже такое индивидуумо было скорее исключением, нежели правилом. Благо, в высоких кабинетах не только идиоты сидели, но и сейчас-то. Бред вообще нормой стал. Перелопать и в пару сотен статей, хорошо, если одну более-менее внятную найдешь. Про телевизор вообще молчу. Там, на мой взгляд, исключительно выпускники школ ЗПР работают, которые сами верят в то, что несут. ЦОМ опубликовал новое социологическое исследование о доверии жителей России средством массовой информации. Оказалось, что половина опрошенных уверенно в новостях приукрашивают сообщения о состоянии российской экономики. И только 30% считают, что события в экономике отображаются объективно. Наши соотечественники верят в объективность новостей о стихийных бедствиях, работе президента и положении страны на международной арене. Не верят в объективность информации об оппозиции. Об объективности освещения деятельности оппозиции заявили 34% опрошенных. Меньше всего в России доверяют зарубежным СМИ. Ребят, ну перспектива-то удручающая. А завтра у нас перед носом, какими опросами будут трясти, 99% наших сограждан готовы отказаться от заработных плат и накоплений. Ради разблокировки счетов Сечина какого-нибудь в ВНКО в Нью-Йорк жертвы санкций. Хотя чему я удивляюсь? Миллион москвичей ведь в прошлом году согласились переехать из уютных центральных районов столицы в за***ницу к дьяволу на выселке. То есть, причем добровольно, лишь бы Собянину хорошо было. Ладно, это реальная журналистика. Сегодня снова о добром и вечном. Поехали! Август Думу в очередной раз внесли законопроект, в котором предлагается изменить виды наказания за коррупцию. Автором идеи выступила депутат от партии реальных дел Ирина Гусева. И предлагает эта дама не сажать коррупционеров, а ограничиться общественными работами для них. О каких именно общественных работах для взяточников может идти речь в документе не уточняется. Неудивительно. Они ж кроме как взятки-то брать больше все равно ничего не умеют. Но у меня есть раз предложение. А пусть в столовой думской или кремлевской отрабатывают. Например, доедают непроданные блюда и вот пока на сумму взятки не накушает провинившийся, пусть трудится. У нас в столовой цена на тарелку каши выросла в 2,5 раза. Мы даже с этим разобраться не можем. Стоило 20 рублей, сегодня уже 53 рубля. Поэтому, коллеги, еще раз говорю, основная задача наша это борьба с ценовым ростом, борьба со спекуляцией. Ну а теперь серьезно о том, какое обоснование этой своей светлой идеи дает госпожа Гусева. А уповает народная избранница вот на что. Оказывается, что расходы на содержание одного заключенного сегодня составляют 363 тысячи рублей в год. Все, дальше можно не продолжать и вообще забыть эту тему, ребята, еще раз. 363 тысячи. Теперь берем калькуляторы. Алле, оп, 30 250 рублей в месяц. Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Господа, мне одному показалось или получается, что в нашей стране в тюрьме-то сидеть выгоднее, чем на работу ходить. Ну действительно, мрот сегодня в России 10 тыр. Минимальный размер оплаты труда в смысле. Средняя зарплата по великодержавной 15-20 тысяч. Из этих деньжищ человеку надо коммуналку оплатить, поесть что-то купить. Таблетки, лекарства, одежду и так далее. АЗК ни за чё это заморачиваться не нужно. И тридцатка на душу населения, как с добрым утром. Испанский стыд. Все, я не хочу дальше это комментировать. Возвращаемся на землю нашу грешную. Приглашаю вас в Вологодскую область, где звездой телевизионных и ютуб-репортажей на прошлой неделе стала жительница Верховашского района, пенсионерка Людмила Галикова. Которая ежедневно ходит в брод через местную речушку в магазин за хлебом. Моста, потому что нет, рухнул, скидывает старушка валенки и ай да преодолевает трудности. Вот эти кадры. Моста, может, ты не нужен? Нет, нужен. Нужен. Потому что очень сей год много воды в реке было вот досюда. А я ведь хлеба не куплю, так мне надо и одежду держать, да и сумку. А тут рыбаки? Все, пошла. С Богом. Так, круто. Кикунька, понятно, сам и сюда. После показа данного кино по ящику шум поднялся до небес. Общественность возбудилась. Интернет взорвался, мол, что, власти не могут какой-то пирс соорудить или понтонную переправу организовать свинство. Ребят, вы никогда не угадаете, какое решение в этой ситуации приняли чинуши. Думаете, подорвались устранять проблему сейчас? Они просто дали отмашку местным журналистам-пропагандистам сделать антисюжет. Мол, врет все, бабка вводится отечественников в заблуждение, ну вот он. Слово не воробей, а видеофакт тем более. Ролик о пенсионерке из Верховашского района, которая даже зимой запросто переходит реку вброд, за два дня набрал более 100 тысяч просмотров в сети интернет. Немало по этому поводу было и разных комментариев. Ролик снимали с целью обратить внимание на закалку и здоровый образ жизни, который пропагандирует женщина, и показать сюжет из серии «А вам слабо». Однако многие увидели в нем острую социальную проблему. Как же зимой за хлебом пенсионерка вынуждена ходить через реку вброд? Чтобы расставить все точки над «и», мы вновь отправились в гости к героине ролика. Все дело в том, что Людмила Николаевна Галикова – морж со стажем. О как! Учитесь решать проблемы по-современному, господа! За каким чертом нужно что-то делать? Усилия какие-то прилагать? Деньги тратить? Когда можно просто дать пропагандистам отмашку и раз, два, три – брюки превращаются в элегантные шорты? К слову, сыхая дорога там действительно есть, вот только в обход реки, и на то, чтобы по ней дойти до этого злополучного магазина, потребуется не менее часа. Ну кого это волнует? Мы живем-то в стране отчетов. Ну и напоследок хочется о хорошем. В Смоленской области опять отличился инспектор ГИБДД лейтенант Садотенков. Это тот самый, который заковал в наручнике подвыпившего помощника прокурора и был в результате осужден на условный срок. Верховный суд, впрочем, приговор затем отменил, и вот лейтенант снова на дороге и снова задерживает пьяного нарушителя в погонах. На этот раз следователя СКР, кстати, сына одного очень важного Вани. Отец Сергея Хлебникова, якобы тоже судья Анатолий Хлебников, говорят, где-то на высоком посту трудится и папа-пассажира, бывшего сотрудника прокуратуры Григория Ткача. Типа нам ничего не будет? У меня, говорит, отец судья, у него отец судья. Все они сидят, грубо говоря, там на одном этаже и могут просто даже посоветоваться, а, опять этот Садотенков, давай мы сейчас тут опять положили этого Хлебникова в больницу, уже там какой-то вред здоровью, хотя даже никто к нему физические силы не применял. По результатам проверки, в случае подтверждения факта, совершения им проступка, порочащего честь сотрудника Следственного комитета, будет принято принципиальное решение об увольнении следователя. Ну а мы посмотрим, насколько принципиальным станет то решение, надеемся, хоть тут не обманут. Все, пора закругляться, а закончить хотелось бы фразой мастера слова Виктора Черномырдина. Вообще-то успехов немного, но главное есть правительство. Это была реальная журналистика, сегодня вот так дальше, сами знаете. На ютуб ко мне заходите, в соцсети тоже буду ждать. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, темы предлагайте, под ними мы обсудим, за всем спешу откланяться, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok